Дороги здесь нет, но фактически она существует прорублена, загрунтована, ежедневно по ней проезжают сотни грузовиков. Этот лес, который был зелёный, вот посмотрите, что от него осталось. На месте леса и поля теперь растёт огромная гора. Нескончаемые вереницы грузовиков везут то, что потом разравнивают бульдозерами, якобы грунт. По официальной версии, там идёт благоустройство участка под строительство коттеджного посёлка. Но жители деревни Паярково уверены, в километре от их домов просто устроили мусорный полигон. Мусор, вонь там. Представители собственника участка ООО «Ампир Стиль» на контакт не идут. Охранники встречают местных жителей и нашу съёмочную группу угрозами. Никаких документов мы от него не видели. А вы кто такая, что вам показывает документы? Представители собственника видели. После того, как на месте появляются сотрудники местной администрации, нам всё же удаётся пройти на место, где ведутся работы. Увиденное впечатляет. Площадь Исполинского кургана измеряется гектарами, высота – десятками метров. Месяц назад этого кургана не было. Здесь присутствует как строительный мусор и также закопанный бытовой мусор. Невыносимый запах и круглосуточный рёв моторов – вот новая реальность тех, кто прямо из своих окон ежедневно наблюдает, как ширится и растёт помойка. Сваливается мусор, сверху засыпается нормальным грунтом и бульдозером выравнивается. Воняет. Ближе подходить мы не будем, вы чувствуете. Видимо, не успели засыпать. В местной администрации объяснили, что на выравнивание участка, то есть засыпку ложбины грунтом, собственник оформил все необходимые документы. А вот качество проводимых работ собираются проверить. Хотя, что тут проверять? Вряд ли на этой горе кто-то собирается что-то строить. Отдел экологии с Министерством экологии провели забор грунтом. По результатам экспертизы будут уже приниматься, соответственно, как бы все меры необходимые для привлечения, либо предупреждения собственника. Как только активисты разошлись по домам, на лесной дороге показались автомобили представительского класса. А вы имеете отношение к свалке? Нет, мы местные жители. Припарковавшись рядом с бульдозерами, прибывшие уверенным шагом направились к бытовкам. Здорово, Лёв! Судя по репликам, доносившимся с импровизированного производственного совещания, протесты местных жителей, бригадиров и их подчинённых совсем не беспокоят. Ведь работы на участке даже не приостанавливали. А значит, грузовики с мусором могут снова появиться здесь в любое время. Продолжение следует... Продолжение следует...